Примодолжаем. Эмма Фенбах. Мужчины называется тема. Посмотрим, кто у него мужчина. В каждом человеке. Либо это мужчина. Сейчас я позову мужиков. Внимание. Добрый день. Пока он ушел. Либо мужчина в каждом находится, либо в отдельной форме мужской. Это надо очень хорошо понять. Мужско-женское начало должно быть в каждом. Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на данном собрании. Благодарю Вселенную за то, что она мне предоставляет такую возможность. И благодарю всех вас за то, что вы благоволите к моему выступлению. После таких выступлений атомных уже дрожишь, как зайчик новогодний. Поэтому говорить мне, конечно же, не то, что страшно, но а как говорить после таких выступлений мужских? А где страшно? В ногах или в руках или в руках? Пальчики всюду. Очень страшно. Вибрация везде идет высокого порядка. А после ваших чаш, ну, я вот еще думаю, думаю, сейчас вот это начнется у меня что-нибудь, думаю, сейчас вызовут конвой. так вот, хотелось мне рассказать о мужчинах. Кто такие мужчины? Производитель. Высокотехнологичные. Лучшего, всего на третий. Лучшего, да. Ну, вообще-то, мне хотелось бы назвать свое выступление гимном мужчине, потому что к мужчине, как, по-другому нельзя. Все-таки по образу и подобию, божьему, женщина из ядра, из ядра, из ребра. вот, а потом все-таки меня так вот воспитали в отношении к мужчинам. Ну, два брата. Мама говорит, так, вставай. Я говорю, а Серега? Он думает. И вот эта фраза явилась, как бы, ключевой вообще для моего отношения к дальнейшим всем событиям. Это было очень давно. Вот. И действительно, думает. Я все сколько думала над этими словами. В семь утра, значит, я подъем, а он лежит, думает, какие-то нормально. Думаю, а я, а я. А он действительно думает. Например, выключается телевизор. Я, значит, кричу, Серега, телевизор не работает. Ноль. Ну, значит, приходится туда идти, в ту комнату. говорю, телевизор не работает. Заходим в проем дверной, телевизор включается, он говорит, ну, где? И слов нет. Потому что это вот было, это действительно он думает, и вообще, как бы, мужчина думает. и к мужчине, вот, на мой взгляд, женщины должны относиться более благоговейно на задних лапках. Потому что, потому что мужчина по образу и подобию божьему. И он является, мама мне говорила, в хирурге, у меня брат просто врач, это самое, мама говорила, в хирурге женщины не берут. Женщины жестокие, очень жестокие аборты, пардоните, женщины делают, правильно, дорогие мои? Сколько у нас тут убийц сидит? Вот. И, значит, дальше. Более деликатных мужчин, чем мужчина, не найти. Женщины очень неделикатные. Вообще, как бы, никак. Ну, потому что, конечно, она же производитель прям прямой. А что там деликатничать-то? Сейчас мы каблуком в блок, и все. Лежать! И эту нагайку еще, да? Вот с такими вот. Понятное дело, это мы все можем. Вот. А мозгов, конечно, нам больше что не хватает. Ну, или не мозгов, наверное, сердца все-таки. Которое вообще, как бы, есть ли оно там в наличии. Ну, если, конечно, мы собственных детей убиваем, то тогда какие могут быть сердца? Вот так бы сидели бы лучше бы, и готовили хорошо, и приносили бы, говорили, дорогой мой, позволь, преподнести. Ну, нет же. А кто сейчас готовит? Сейчас пошел, он купил, высвычевку засунул, и все. Весь обед. Или в ресторанчик. Вот. Поэтому, вот, фантазер, есть такой блогер, они сейчас как бы там работают, тоже как бы с планетой там. Ну, сейчас все работают, ну, и правильно делают. Ну, и поменялось, там очень многое поменялось. Ну, кто чувствует, как бы, тот чувствует, а кто не чувствует, тот не чувствует, и говорить не о чем. Так вот, фантазер вообще в своем, так сказать, в своих роликах, он женщин просто закапывает. И я посылала многим своим подругам этот ролик. И все практически говорили, фи-и-и. Вот. А мне было очень жаль это видеть и слышать, потому что я полностью с ним солидарна. Мужчина деликатный, галантный, терпеливый, молчаливый, мужественный, несмотря ни на что. В общем-то, честный, тоже, несмотря ни на что. И, в общем-то, смиренный, по большому счету. Вот. Но уважать таких, чем лучше, как бы, так сказать, устроен человек, тем надо его закопать будет дальше и глубже. Поэтому мне хочется сказать спасибо вам. мужики. Что вы есть в нашей жизни. Что вы есть рядом. Что вы вообще есть. А женщины будут стараться изо всех своих сил соответствовать своему положению. Женщина, да, программа, женщина, программа жизни. Но мужчина является ключом, который открывает эту программу. И вместе они, только вместе могут решить задачи вселенского масштаба. Вот Владимир Алексеевич Шамшук рассказывал. О сакральности взаимоотношений, которые выводят на, не то, что там на планетарный уровень или вселенский, на галактический. На галактический и дальше, и дальше, и дальше уровень. И мне большим удовольствием хотелось бы видеть больше пар, которые действительно питают любовь, искреннюю любовь друг к другу, искреннее уважение, искреннюю признательность. Но, к сожалению, вот я таких пожалуй не видела. Вот. Будем надеяться, что сегодня Новый год. И сегодня мы закладываем программу любви в этот миф, в миру людей, всех сущностей. например, вот сущности там, ну, различные. Тот же хозяин леса. Я просто наблюдала, как он играет. Столько там вот угара вот этого и удовольствия. Вот. Ну, джинн, вот, про который я рассказывала. Сколько доброты вот в этих домовой у меня тоже живет очень такой веселый. Вот. И добрые. Ну, где же это вот у людей? Хотелось бы узнать. И главный, конечно, вопрос к женщине. Женщины, умоляю вас, пожалуйста, вспомните о том, кто вы. Вы хранительницы любви. А любовь надо жизнь сюда продавливать. Она рвется в ваши сердца. Она бьется, как птица в ваши каменные сердца. Благодарю. Спасибо. Ага. Ага. Семена, Еммочка, Еммочка, вопросы? Я бы еще добавил, что очень прямо эти самые руки пошли. Браво. Я бы еще добавил, что в древности на Руси мужчину-женщину называло светочей моих, то есть он был для нее так, светом, а мужчина-женщину называл душаной. Эммочка, а на рояле играть? А на рояле играть? Душа моя. Как после этого женщина взяла комплименты? На берегу она проводила с одного берега на другой мужчину. Берегиня. Там еще один был мужик, который на лодке переводил души людей переводил. Слушай, переключай. Она не умеет. На рояль, на рояль ее. Зачем? На рояль. А вот Александр подскажет.